Всем привет! Как-то недавно я показывал, как делать субтитры на звуковой дорожке. Сегодня будем их переводить. Во-первых, смотрите, если вы не помните, посмотрите на ссылочке справа. Это как я делал перевод и как я делал субтитры. Давайте запустим наш уровень и подойдем к персонажу. Ну, как видите и слышите, точнее, да, у него получается, воспроизводится звук различный, да, от того, как я подхожу, несколько раз, ну, там, рандомно воспроизводится звук. В данном случае я сейчас отключил эти дорожки, но их не надо было отключать сейчас для того, чтобы показать вообще. Я подхожу. Он говорит по-русски, но это просто рандомно. Но сейчас мы будем переключать языки и будем переводить данные текста, которые выводятся снизу. Для этого мы, во-первых, в боте сразу давайте настроим. Сейчас он воспроизводит все подряд звуки, рандомно. Мы это удаляем. Я здесь быстренько накидал такую структуру, что если у нас будет русский язык, он будет воспроизводить по-русски звук, если итальянский, по-итальянски, ну и так далее, турецкий, уже турецкий. Это простенько, чисто чтобы вам показать, как это все работает. Вообще, так лучше не делать, конечно. Так, этот кул уже нам не нужен, по сути. Он не будет работать. У нас будет воспроизводиться чисто отдельные дорожки. Русский, итальянский и турецкий. Далее, что нам необходимо? Во-первых, давайте проверим, что у нас там по локализации. Если посмотреть локализацию, я специально выделил папочку диалог, чтобы он переводил, только что тут находится, да? И если мы сделаем getRTest, давайте сохраним все это. Он сейчас найдет нам слова, которые там находятся. Здесь я поставил несколько языков, итальянский, русский и турецкий. Сейчас он у нас стоит нативный язык, English, но это, наверное, не нужно, потому что там у нас все слова по-русски написаны. Здесь мы сейчас не увидим. Давайте включим основной язык русский, потому что у меня там все по-русски. Если мы зайдем сюда, так надо собрать снова. Рекомендую писать все виджеты и так далее, все на английском языке, чтобы уже потом переводить на все необходимые. Так, я не туда нажал. И где у нас компликт потерялся? Здесь у нас все по-русски и здесь, естественно, так же переводится. Если мы зайдем в какой-нибудь итальянский, здесь у нас перевода нет. И видите, да, у нас четыре звуковых файла, у всех прописаны субтитры, но на одном языке. Вы можете, по сути, прописывать в субтитрах сразу по-итальянски, там, по-турецки, без всяких локализаций. То есть, вы запускаете, то есть, открываете файл. Это, допустим, у нас турецкий. И сразу, где у нас субтитры, открываете субтитры. Здесь уже вводите на турецком языке. Давайте, допустим, русский-турецкий. Это мы просто берем, копируем. Получается, переводим. Вот это, да? Все, что у нас получилось. И сюда ставим. Можно и так сделать, но в чем сейчас прикол в том, что, допустим, вы на все эти звуковые файлы поставите одно значение, и оно будет у вас везде. А в локализации вы уже будете именно вводить переименование, так скажем, тех слов, которые вы ввели. Это делается с помощью... Сейчас я раскидаюсь. Это делается с помощью... Необходимо найти string table. Это одна из тех частей, которые нам необходим. Так, давайте. string localization. пусть это будет хотя бы так называться. Мы ее открываем. И смотрите, здесь вот снизу незаметно у нас имеется key и source string. И кнопочка add. Key, давайте введем. это вообще ключ, с помощью которого вы будете находить то слово, которое вам нужно. В данном случае давайте введем base1, там базовый 1 какой-нибудь. И введем наш текст, допустим, который у нас стоит в субтитрах. Так вот. Далее мы давайте это переведем снова на русский язык, чтобы у нас не было проблем, чтобы мы все это видели сразу. Далее мы копируем второе. Это мы добавляем. Вот оно появилось. Далее у нас base2. Добавляем. Ну и со всеми вот такими словами вы, естественно, все заполняете. ключ, естественно, писать на английском, желательно короткие, допустим, текста, ну то есть слова даже, ну и без пробелов. То есть, чтобы мы могли быстренько их вызвать и понять, что это и где это лежит. Давайте. не обязательно эту цифру определенную такую, да, то есть вы можете что угодно писать. Главное без пробелов, а вот допустим нижнее подчеркивание и второе слово можете транслитом писать, это будет уже как вам угодно. Но главное короче. Мы ввели наш стрим-тейбл. Теперь смотрите, зайдем в наш звуковой файл, да, и в сабтитрах мы вот видим вот такой флажок. Флажок это вот как раз таки с помощью него мы можем нашу стрим-тейбл включить. Вот она появилась, стрим-калокализейшн. И здесь мы выбираем наш кей. В данном случае это base1. Видите, она немножко посерела по сравнению с этой, она не изменяется. То есть я вот сюда нажимаю и изменить не могу. Ну и так со всеми мы выполняем значениями. и получается, что по сути мы сюда вводим лишь ключ. И если мы вдруг когда-то захотим это все изменить, нам не нужно будет заходить в эти файлы. Это тоже плюс вообще локализации вот с помощью этой структуры. Это мы вот перевели четвертый. Это у нас вроде турецкий, если я не ошибаюсь. Давайте зайдем в третий. Здесь у нас тоже саптит и переводим. Ну как переводим? Мы в смысле выставляем сейчас просто значение наших ключевых слов или строк. Также это все работает виджет виджет. Вы в любой виджет можете зайти и там есть такие же флажочки на текстовых значениях и можно переводить там. То есть вы будете давайте я еще введу пусть это у нас будет первый. на но здесь русский здесь русский так и остается. Теперь давайте я сейчас заполню смотрите у нас получается по сути должно получиться всего лишь два это две строки одинаковых потому что вот этот второй мы не переключали на этот ну давайте переключим чтобы вообще одна строка везде всегда осталась точнее из-за того что у нас везде повтор давайте зайдем вот я захожу раз два три четыре и видите по четыре строчки везде сейчас у нас должна остаться вообще четыре строчки и повторов не будет так это мы тоже переключаем на наше наше значение так и предпоследнее слово наше так все теперь делаем getter тест собирается слова и мы сейчас посмотрим зайдем в тот же самый турецкий который я вам до этого показывал и как видите у нас всего лишь два но где-то у нас что-то идет повтор давайте посмотрим а ну да мы же русский тоже не выставляли ну вот оно как раз таки здесь если мы здесь тоже настроим на этих они у нас реально будет в одном значении как видите у нас осталось всего 4 4 строки все переведены да то есть в одном элементе данном случае он собрал у нас значение вот эти именно с string table здесь у нас по сути нет никаких введенных строк и из-за этого он только вот эту тейбл и взял за основу давайте я сейчас локализации быстренько переведу наши вот эти строки на турецкий на итальянский и зайдем уже дальше ну вот и все я сделаю перевод нажал get her test come count world compile text чтобы у нас все собрал теперь давайте запускаем наши допустим значение так скажем уровень и сейчас я просто выбираю какой язык допустим и подождите мы ведь на быть мы поставили так давайте чтобы у нас на турецком и перевел и сказал по-турецки окей он не переведет потому что мы не запустили стандалон так запускаем стандалон давайте сделаем полный экран вызываем наш меню переводов да допустим давайте итальянский нажали изменить и и у нас пишет на итальянском и говорит по-итальянски и в общем также мы если будем ставить турецкий язык он у нас будет говорить по-турецки ну и есть мы поставим естественно русский будет на русском привет я думал ты раньше подойдешь ну хорошо тогда слушай мне нужно чтобы ты принес пару алмазов а за это я тебе помогу своими врагами ну как видите это не так уж сложно то есть это нам дает очень глобальные такие скажем улучшения не тратимся на большое количество переводов одних и тех же слов и также в тех же самых виджетах вы можете все это использовать как я уже и сказал то есть те же самые если вы поставите допустим текст здесь у него есть тоже так же то есть вы можете это выбрать таблицу выбрать какое-то значение и у вас уже текст уже будет введен то есть ничего не надо будет здесь делать вы можете в этой таблице все уже сразу прописывать все свои значения и здесь просто только их вводить все до скорой встречи всем пока пока Продолжение следует...